Добро пожаловать на проект «Разговор по-взрослому». Через минуту к нам выйдет герой, который ответит на все ваши вопросы. А сначала по традиции – наши вопросы. Вы уже знаете, что вас ждет в этой студии? Да. Почему вы все-таки пришли на нашу программу? Потому что она самая интересная программа. Вы готовы честно отвечать на все вопросы нашей аудитории? Бесспорно. А сейчас внимание на наши правила. Вы имеете право один раз отклонить любой вопрос. А впрочем, прямо сейчас вы можете отказаться от участия в программе. Итак, вы готовы к разговору по-взрослому? Да, я готова. Дамы и господа, гость нашей сегодняшней программы – депутат Джугуркинеша 5-го созыва Джилдис Кан Джилдошева. Прошу вас. Стало нас так. Для начала герой должен рассказать немного о себе. Но нужно уложиться ровно за одну минуту. Время пошло. Я – депутат Джилдошева. Родилась в 1960 году в селе Карасуйского района. Ну, тогда был колхоз имени Фронзе. Сейчас – Мада и Лёк Мэтэ. Окончила в 1975 году в 8-м класс. Поступила в автодорожный техникум. Потом в Московский автодорожный институт поехала учиться. Ну, я там встретила свою любовь. Вышла замуж. Родила двух прекрасных сновей. Сейчас у меня 5-ли внучек. Один внук. Так что я бабушка. А теперь время вопросов с трибун. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, можно ли быть честным и добропорядочным политиком? И знаете ли вы таковых у нас в стране? Ну, очень тяжело, Оказ. Если даже ты порядочный, непорядочные политики можете сделать удар в спину. В данное время я очень много ударов получила. Вы сами знаете, после показа видеоотчет Когалан «Беспорядок» насчет апрельских событий у меня столько оппонентов появилось. Ой-ой-ой. Только собирай. Но в политике я сама первый раз депутатом стала. Очень много увидела, можно сказать, отрицательные моменты. Но я постараюсь философски подойти. Но не только подойти, я хочу бороться. Чтобы передательства не было. Чтобы доуличия политики не было. Политики должны в глаза сказать. Ни зря ни на что. А должны правду сказать в глаза. А правду, когда говоришь, тот человек тоже должен воспринимать. Это должно быть взаимно. Поэтому нашу политику, которая пошла на кировую дорожку, мы можем исправить. Но для этого нужна помощь общества, избирателей. Почему? Потому что ваше слово очень важно для политиков. Политики не должны быть, политики не должны угождать власти мувшим. Понимаете, политики должны работать только на благо государства, на благо народа. Поэтому есть очень многие моменты, которые нам надо будет работать над этим. Есть ли у нас в Кыргызстане добропорядочные и честные? Порядочные, да, есть. Я, например, очень уважаю Абдулдаева Махтюк Юсуповича, Исмаил Саковича я уважаю, Бедеш Мамырова уважаю, которые порядочные. У нас есть, но их очень мало. Джамустан Айтибайвен, мы знаем вас как Железную Леди. А в классе вы были первым атаманом? Ну, атаманом точно. Почему? Потому что мы дрались все время. Почему? Потому что я была самая высокая в классе, а мальчики всегда старались девочкам. Ну, тогда девочки жаловались, а я своим мощным клоком отпор давала нашим мальчикам. Ну, я еще была класскомом. Конечно, я люблю справедливость. Я уважаю порядочных людей, умных, добрых, отзывчивых. Конечно, я очень уважаю, чтобы человек свою позицию держал, и принцип свой никогда не изменял. Следующий вопрос слева от вас. Недавно обсуждался вопрос в парламенте о законопроекте о сексуальном воспитании подростков, ну, школьников. И как вы отнеслись к этому законопроекту? Воспитывать детей – это очень сложно, особенно в наше время. Почему? Потому что у родителей времени не хватает, а ребенок требует внимания. И надо сейчас детей не просто в школу надо отправлять, на танцы, на рисование, на всякие кружки, чтобы ребенок разносторонно и развивался. Имеется в виду закон о введении в школьную программу предмета о сексуальном воспитании со второго класса? Вы голосовали за? Я сейчас не помню, проголосовала или нет. У нас же честный разговор идет. Но со второго класса дать воспитание о сексуальном воспитании, я думаю, это рано. Почему? Потому что ребенок не поймет. Он еще ребенок. Я понимаю, сейчас дети быстро развиваются, ну, хорошо было бы с шести или с семи классов. Почему? Потому что в это время дети созревают. Они уже вопросы задают. Ну, например, моя старшая внучка в седьмом классе. Она мне потихонечку вопросы задает. Я думаю, со второго класса это и рановато. Смотря на вас, вы олицетворяете образ сильной женщины, независимой. Но бывают ли у вас минуты женской слабости? И с кем вы им делитесь? Да, бывает. Когда я что не могу, я действительно ненавижу это предательство. Да, недавно меня бывший лидер партии предал. Было мне тяжело. Но я благодаря поддержке своего мужа это я пережила. Я, когда помогаю людям, взамен ничего не прошу. Вот именно кому я помогла, они меня сделали удар в спину. А в моей черте, в моем характере, самый лучший, вот из этих черт, из моих, в моем характере, да, я всегда хочу кому-то помочь. Вот этот, самый сокровенный мой, вот этот, он чуть-чуть не убил, вот этот лидер партии. А тогда муж говорил, а ты знаешь, говорит, Гилдис, за что я тебе, за какие черты, за что, за твой характер, за твой именно, за эту черту я был влюблен. А ты, если эту черту потеряешь, как я, как я с тобой буду жить? Знаете, а нам-то уже не 25. Я тогда поняла, что вот эту черту я не должна потерять, оказывается. Поэтому предательство я не смогу. Тяжело переживет любой человек. Но надо это пережить, опять же, с кем-то поговорив. Поговорив в одиночество, я вам не советую пережить те моменты, которые вас очень будут мучены. Я вас очень прошу. Потому что исход будет плохой, в одиночество будете переживать. Не надо. Обязательно с кем-то надо делиться. Вот, как мы знаем, осенью будут выборы в парламент. И собираетесь ли вы баллотироваться и с какой партией? Да, сейчас это все голову ломает. Некоторые даже слухи пускают, что ее ни одна партия не возьмет. И прочее, прочее. Может быть, об этом многие мечтали бы. Но я, честно сказать, я пока не решилась, пойду ли или не пойду. Если бы я пойду с кем. Я сейчас не партию выбираю. После того, как со мной поступил, давайте открыто мы говорим, Камчевик Тащиев, после его предательства. Я сейчас выбираю лидера партии, чтобы он был порядочным, чтобы он заказ не выполнял, чтобы он никогда в тяжелый момент не отвратился от тебя. Если вот такого порядочного, можно сказать, политика найду, но я с ним пойду. Но я сразу скажу, я с Атамикеном не пойду. СДПК я не пойду. Республика Даджур. Бесспорно, я не пойду. Поэтому сейчас идут переговоры, посмотрим. Мы еще окончательно переговоры у нас еще не окончим, поэтому рано меня объявить. Спасибо. Хороший вопрос. Впереди большая битва. И следующий вопрос слева от вас. Сегодня вы высказали мнение премьер-министру Сариеву о том, что его кортедж дороже президентского. И как вы считаете, какие должны быть привилегии у депутатов? И есть ли у вас свой личный телохранитель? Во-первых, наш президент действительно, он очень скромно ведет себя. Это приятно. Но я Сариеву сегодня, Тимир Сариеву, такой вот как представитель народа, небольшое замечание сделала, он принял. Спасибо. Значит, премьер-министр должен быть скромным. Например, на похорону едет, его сопровождает. И говорят, осповождайте место. Так нельзя. Он пошел в футбол смотреть, замучили простых людей. Даже отобрали их, можно сказать, воду. Все, так нельзя. А сами сидят, пьют. Жара же у нас. Третье замечание было, что он, когда приезжает, ОШ, например, толпа его сопровождает, 40-50 человек. Так нельзя. Я понимаю, если министры сопровождали бы. Но столько телохранителей, мне, думаю, ему не стоит. Я, например, не имею никакого телохранителя. Да, после 25 мая 2011 года, как показали в видеочет Хоголан, беспорядок, на меня очень много угрозы есть. Но я думаю, что это все твоя жизнь, как ты придешь, как ты уйдешь в руках Бога. Как Бог распоряжается, так и будет. Поэтому у меня нет, привилегий тоже нет. Сейчас, сами видели, нелегитимным, можно сказать, перевороты сделали. Забрали лидерство от Аджурд. Опять же, мужской шовинизм. Опять же, политический заказ. Но я не обижаюсь. Вот сейчас машина есть, кабинет. Если они скажут, забираем твою машину, забираем кабинет, я тоже не обижаюсь, отдаю. Буду ездить, между прочим, маршрутный такси, как раньше ездила, так и буду ездить. Без кабинета обойдусь, ничего страшного. Поэтому я абсолютно ни на кого не обижаюсь. Почему? Потому что я просто народный представитель. Ваше имя в масс-медиа очень часто связывают с какими-то нашумевшими историями. И как вы относитесь к этой ситуации? Я спокойно отношусь, потому что в семье нашумевших это не я. Просто это такой, оппоненты мои сделали из меня такой черный пиар. Я как будто такая скандальная женщина. Как будто я всегда только с кем-то ругаюсь. Вот этот момент и снимает, показывает. Потому что я даже удивилась, когда КТР меня пригласили сюда, а так меня не приглашали. И показывает, после моих слов, может, и эта передача не покажет, посмотрим. И показывали именно, особенно когда руководил Квата Тарбаев, но сейчас Элимбек Арпеков пришел, он совсем другой человек. Ну, пытались сделать из меня Аджан, Таджан, Аял. Вот перевод я не знаю, как будет. Но это не так. Люди, которые меня хорошо знают, они знают, что это неправда. Поэтому это тоже такой черный пиар. Но для политиков любой пиар, он пиар. Как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Да. Уважаемые участники, внимание, я объявляю первый короткий перерыв в нашей программе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите программу «Разговор по-взрослому». Сегодня наш гость Джилдас Канжел Дошева. И следующий вопрос. Вы не могли бы рассказать коротко о своем детстве? Ну, к сожалению, детство у меня было очень тяжелое. Когда мне было 7 лет, в 67-м году, умер отец. Мама осталась с семерями детьми. Мама у меня, к сожалению, неграмотная была. Собирала, ну, обычная колхозница, хлопок. Отец был преподавателем, учителем. В семье, семеря мои родные. Было очень тяжело, но у меня была мечта. Учиться во Фрунзе, потом поступить в московский вуз. Ну, детство, несмотря ни на что, она тяжелая или была хорошая, она самое лучшее время. Можете рассказать из своих студентских жизней? Хорошие, там, впечатляющие моменты. Спасибо. Мои студентские годы были очень интересны. Почему? Потому что я автодорожным техникум училась сперва. Одни мальчики. Мы в группе были всего лишь три девочки. Иногда, порой, меня не понимают. Я же дорожник-строитель. Почему она как мужчина разговаривает, да? Ну, потому что я всю жизнь с мужчинами работала. И мужчины всегда давили меня. Но на их давление я мощным давлением отвечала. Почему? Потому что мужской савинизм, он есть, он был и будет. Женщинам стать кем-то очень тяжело. Для этого должна быть не только внутренний стержень. Ну, например, дух должен быть. Но это тоже, понимаете, мало. Для того, чтобы стать кем-то, ну, депутатом, например, политиком, ну, чтобы у него был пройден путь чистая. Она не должна замешаны чем-то. Тогда этот политик может говорить правду. Но студентские годы были очень разные. За один минут я не могу сказать, но я могу одно сказать. Когда я кончила автодорожный техникум, поехала в автодорожный институт, в Москву поступать, в Московский автодорожный институт, я там встретила свою любовь. Ну, мужа. Он прекрасный человек. Он учился в Московском авиационном институте. Имя его Булот. Ну, вот, как я сказала, двое детей. У нас прекрасные внучки и один внук. Назвали мы его Нурсултан. Честь Назарбаева. Я надеюсь, он будет такой порядочный человек, как Назарбаев. Прекрасная пора, студенческая жизнь. И вопрос следующий слева от вас. Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Не могли бы вы рассказать о поступке, за который вам стыдно больше всего? Ну, у меня такой поступок не был. Я в глаза любого гражданина нашей республики могу прямо смотреть. Почему? Потому что я в первую очередь, я живу согласно закону и согласно совести. Я никогда вот эти два принципа своей жизни не нарушаю. Я никогда закон не нарушала. Поэтому советую вам, не нарушайте закон, а закон, тогда ваша совесть будет чиста. И следующий вопрос справа. Здравствуйте, Диласкан Айтибаевна. Огромное вам спасибо, что вы сегодня к нам пришли, уделили свое драгоценное время. А расскажите, пожалуйста, вы являетесь председателем благотворительного фонда имени Курман Джандатки. И вы не могли бы коротко рассказать об этой деятельности. Мы будем очень рады послушать вас. Спасибо. Ну, фонд был создан согласно идее народного поэтеца Майрам Канабул Касыма в 1995 году. Между прочим, 20 лет в этом году, как фонд работает. Наш фонд взяли всего лишь двух направлений. Первое направление – это укичение памяти Курман Джандатки. Второе – это благотворительность. Значит, по укичению памяти у нас семь проектов. Первый проект – это выпустить поштой марки международного уровня. Мы выпустили в 2001 году, честь 190-летия. Второе – это память на Курман Джандатки. Поставили, вы видели, это мы поставили за кинотеатром «Алато». Выпустили книги, две книги «Горная сарица» и «Курман Джандатка». «Горная сарица» и «Курман Джандатка» и «Ее время» – это первая книга. А потом «Алайская сарица» и «Курман Джандатка». Третий проект – это был очень интересный проект. Это балет Курман Джандатка. Мы все-таки поставили. Четвертый проект – это документальный художественный фильм. Вы сами видели. Шестой проект – это комплекс именно Курман Джандатка на берегу Сыкуля. Но, к сожалению, мои оппоненты из этой прекрасной проекта сделали политику. Хотели каким-то образом оказать на меня давление, но ничего страшного. Мы передали Министерству культуры. Сейчас Министерство культуры будет завершать этот проект. Седьмой проект – это в городе Бишкеке построить дом-музей. Или будем говорить музей имени Курман Джандатка. Может быть, дом-музей не будем называть. Может быть, музей имени Курман Джандатка. Потому что очень много материалов наши новые поколения должны знать. А второе направление – это благотворительность. Мы за 20 лет 460 нашим очень тяжелобольным ребятам, основным детям, есть там взрослые, сделали операцию. И более 400 тысяч семьям помогли разного характера. Это права их нигде нарушены. Мы всех поддерживали. Поэтому наш фонд является, конечно, одним из самых серьезных фондов в нашей республике. Но, можно сказать, у нас очень мало именно неправительственных организаций, которые занимаются благотворительностью. В основном занимаются политикой. Вы сами знаете, многие есть фонды, которые работают по правам человека и так далее. Не могли бы вы немного рассказать о своем карьерном росте? Карьерный рост мой был очень такой. Я сама не поняла. Я вообще хотела стать работником ГАИ. Потом хотела поступить в юридический факультет нашего национального университета. Тогда не принимали, пока ты не получишь образование, я имею в виду, или два года стажа должен быть, или вот такого линии, это самое. По линии, ну вот, например, если ты окончила бы автодорожный техникум, стал бы работать работником ГАИ, тогда можно было поступать. Я очень хотела, я очень хотела стать адвокатом вообще своей жизни. Но так получилось, что я автодорожный техникум окончила, нахорошо окончила, и меня направили в Московский автодорожный институт. Оттуда муж окончил, и нас направили в Прибалтику. При Балтике я работала, мне было всего лишь 22 года, когда я управляла целое управление, это начальником управления капитального строительства огромного завода, Лензаводова. Лина, завод Лина называлась, Лина это на эстонском, это переводится Лен, Лензаводова. У моего подчинения 27 человек было, служебная машина была, потом было очень тяжело работать, перешла Госбанк, Эстонский СССР. Я инспектором была по строительству. Один момент я помню, все когда собирали с районного масштаба руководителя, на русском языке, когда говорят, они не признавали русский язык. Говорили только на эстонском языке. А я просила хотя бы, что касается Госбанку, вопроса, чтобы говорили на русском, чтобы я могла понять. Тогда я красиво вышла, начала говорить на киргизском. Эстонцы очень такой толерантный народ. Они не перебивали. После окончания я сказал, вот вы что-нибудь поняли, они говорят нет. Вот поэтому русский язык называется, это общенациональным языком, давайте будем говорить на русском языке. После этого они начали говорить, потому что я тоже не русская, надо, чтобы мы понимали друг друга. После мы приехали, я работала проектным институтом, опять Госбанке в нашей республике, потом Октябрьский исполком, Первомайский, Чуйскую область, Джалабадскую область, а потом фонду госумушества, потом 10 лет я возглавила фонд Курман-Джан-Датка, вот эти проекты начала осуществлять, а потом стала вот в 2010 году депутатом, Джогурху Кенеши, неудобным депутатом. Почему? Потому что когда правду говоришь, всегда неудобный. Но, правда, она всегда победит, но дорога, правда, она очень далека, но она выйдет все равно. Правда всегда наружу выйдет и правда всегда победит. Поэтому говорить правду, молодые ребята, вы никогда не бойтесь. Говорите. Правда всегда помогает. Ту сторону и самому себе. Как говорится, Платон не друг, но истина дороже. Итак, следующий вопрос. Вы являетесь таким общепризнанным, успешным человеком, признанным даже всей страной. И я уверена, что вы постоянно подпитываете свои знания и читаете определенную литературу. И можете ли посоветовать литературу определенную, определенных авторов, чтобы мы, молодежь, направляли свое сознание в нужное русло? Спасибо. Вы знаете, когда фильм смотришь, он дает эффект, такой сильный, впечатление, эмоцию. Ты можешь плакать или радоваться, смеяться. Это совсем другое. Но когда книгу читаешь, ты свой мир, внутренний мир меняешь, развиваешься. Вы знаете, книга – это совсем другое направление тебе даст. В книге можно найти на те вопросы ответы, которые тебя мучают. Поэтому всегда надо читать. Да, я до сих пор читаю. У меня глазами проблема, но я медленно читаю, но читаю. Например, обязательно надо классика читать. Классика, она трогает твою сущность внутреннюю. Драма тебе дает понять боль других людей. Комедия, она, естественно, поднимает настроение, да? И человек должен быть чуть-чуть с юмором. Поэтому юмор должен принимать, воспринимать. Это очень тебе легче будет жить. Но детектив тоже помогает. Почему? Потому что ты уже многое что узнаешь. Кому доверять, кому не доверять. Каких-то ситуаций, как тебе надо быть. Ну, книга, она развивает тебя. Поэтому много читайте. Ну, конечно, разные авторы есть. Но я бы советовала, конечно, читать Татьматова. Почему? Потому что там столько философии, глубокая философия. Но обязательно Тулевана Касымбекова надо читать. Ну, книгу Курман Джандатка читайте. Пожалуйста, в ваших вузах есть, в библиотеках. Исторически наши деятели есть. Шабдан Батор книгу, вот Канавек Капашевич Иван Алиев написал. Историю мы должны знать. Но мировую вы литературу тоже должны читать. Почему? Потому что сейчас геополитика, она очень-очень, ну, настолько быстро развивается. Вы должны познать мир других народностей тоже. Поэтому читайте. Это вам очень поможет. Вы сказали, у вас двое детей. И чем они сейчас занимаются? Ну, старший окончил 61-ю школу. С математическим уклоном поступил в национальный университет. Окончил бухучет-аудит. Сам поступил, сам трудоустроился, сам определенный уровень достиг. Я ему практически не помогала. Ну, он работал в мэре города Бишкек. Ну, я как стала депутатом, стала правду говорить, тем более с оппозиционной фракцией. Ну, его не стали поднимать. Но он понял и ушел в бизнес. Второй сын окончил 13-ю школу. Поступил тоже в национальный университет, юридический факультет. Сам поступил, но только не бюджет, а контракт. Зарабатывали сами. Окончил. А потом он тоже сразу пошел в бизнес. Почему? Потому что он увидел, что творится в правах органов, он не захотел. Его выбор был этот. Но он сейчас хочет поехать куда-то за рубежом учиться, продолжать свое знание, уже свой английский язык, потому что и 13-ю школу окончил. У меня такой вопрос. Вы были продюсером нашумевшего фильма «Курманджан Татка». Скажите, пожалуйста, что вы делали именно как продюсер? О, это очень такой тяжелый период был. Ну, и как я вам сказала, из семи проектов, один проект, это надо было, чтобы не стоило, снять художественный, национальный исторический фильм «Курманджан Татка». Но деньги найти было нам очень тяжело. Но Аскар Каевич, когда я обращалась, когда он был президентом, он сказал так. Так, сперва найдите архивные материалы, книги выпустите. Мы это и сделали. Потом он сказал, ну, тогда давайте поставим балет, документальный фильм. Ну, мы этого тоже сделали. Потом был Курман Аксалевич Бакиев. Он тоже. Давайте вот это, вот это и сделайте. Мы и сделали. Но вы сами знаете, у нас было два переворота, и новый президент Талмазбек Шершенович Атамбаев стал. Когда мы с ним встречались, но он, будучи премьер-министром, я ему говорила, как нам быть. Документальный фильм сняли, все сделали. Вот остался художественный фильм. Ну, 40 миллионов сомов. Сперва режиссеры говорили, вот столько нужно, но потом это не хватило, к сожалению. Потом 30 миллионов выделил. Ну, и здесь заслуга, конечно, нашего президента очень огромная. Это надо ради справедливости сказать. И, конечно, здесь помог и правительство, парламент. Я очень благодарен нашим творческим группам, и, конечно, режиссеру Садхнис Чернязу, и, конечно, Марьям Канабул Касымович за то, что она такую идею поднимала о создании благотворительного фонда имени Курмаджин Датка. Так что тут целая группа людей работали, вот эта энергия этих людей объединились, и, конечно, в итоге вот моя идея, мечта сбылось. Я поэтому советую, молодые ребята, никогда от своих идей не отказывайтесь. Есть мечта? Добивайтесь. Есть цель? Тоже надо добиваться. Ну, конечно, все начинается от идеи. Но без этих вышесказанных людей, без их поддержки я, конечно, не добилась бы свою самую-самую главную мечту в моей жизни. Каждому человеку дано 24 часа, да? И, как мы видим, вы успеваете в разных сферах представлять себя на высшем уровне. И как это у вас получается? Тяжело. Времени не хватает. В семье тоже ждут от меня внимания. Общество тоже, избиратели. Одним словом, тяжело. Но главное для женщин, вы запомните, дорогие мои девушки, для женщин самое главное – это семья. Понимаете? Если тебя понимает, поддерживает, иди в политику. Если не понимает, не стоит идти. Мой муж очень хороший человек, он очень меня понимает, и дети меня понимают, и поэтому я в политике. Но дальше это уже от тебя зависит. Какая у тебя энергия? Кроме знания, опыта нужна энергия. Человек должен быть энергичным. Успевать должен там, тут, везде. Но при этом, конечно, надо результативный, где бы ты ни был, чтобы был положительный результат. А для этого много надо читать, много надо, понимаете, через себя пропускать. Иногда порою на тебя давить, несправедливости, которые ты испытываешь, это полезно. Ты иммунитет такую мощную имеешь. Сейчас же меня бьют со всех сторон. Однако я держусь, я не сломаюсь, не сможет меня сломать. Кто-то хочет унизить, не сможет. Почему? Потому что за мной вот такие молодые девушки, которые растут, они, видя меня, они должны понять, я тоже буду такая сильная, как она. В свое время я посмотрела на Кондучалова, говорила, ух ты, какая Кулипа Кондучалова такая женщина. На Челпом Баекова смотрела, какая она железная леди, вот какая она вот эта самая. Поэтому они тоже, на них тоже давили. Им тоже было тяжело. Но они тоже не сломались ради нашего поколения. И мы тоже не должны сломаться ради вашего поколения. Поэтому женщины, мы самое сильное, можно сказать, существо в мире. Поэтому нам Бог доверил рожать детей, воспитывать детей. Поэтому мужчины хотят или не хотят, не обижаются, это полу-юма, полушутка, полусерьез, я говорю. Мы их рожаем, а не поэтому, когда тяжба идет между мужчиной и женщиной, женщина всегда выиграет. Почему? Потому что просто, с одним словом хочу я объяснить, просто мы их и рожаем. Не все. Поэтому советую молодым ребятам, никогда в лице женщины врага не иметь. Лучше имейте друзей. В крайнем случае, просто ради уважения женщин поднимите руку и скажите, извините, у меня тоже есть такая, как вы, сестра, я не буду с вами огрызаться. Или, ну, мало еще, что происходит в жизни. Поэтому, женщинами, девушками, что надо, молодые ребята? Дружить. Правильно. Поэтому надо дружить. Джилдускана Дибаевна, у меня есть для вас еще пять занимательных вопросов. До вас на съемках был Исаин Ркулов, и он правильно ответил на четыре вопроса. Как вы думаете, сможете побить этот рекорд? Попробую. На все вопросы вы должны отвечать, правда или неправда. Отпечатки языка у всех людей одинаковы? Ну, наверное, да. Или нет? И это неправда. Они, как и отпечатки пальцев, индивидуальны. Индивидуальны, да? Жемчужины растворяются в уксусе. Растворяются в уксусе? Нет, по-моему. И это неверный ответ. Это правда. Они действительно растворяются в уксусе. Нос растет в течение всей жизни человека. Ну, я не знаю. Я тогда не умнее получилась, чем Исаин Ркулов. Ну, честно сказать... Итак, ваш ответ, правда или неправда? Неправда. И это неверный ответ. Это правда. В Нидерландах воинская честь отдается левой рукой? Да. И это тоже неправда. Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой. Она все время отдается правой рукой. Тигры имеют не только полосатый мех, но и полосатую кожу? Да. Полосатую кожу имеют. И это верный ответ. Ну, слава богу. Хоть один ответ. Ну, вы мне подготовили самый тяжелый вопрос. Ничего страшного. Один верный ответ. И это хороший результат, учитывая, что не знать ответы на такие вопросы совсем не стыдно. А сейчас, внимание, второй короткий перерыв в нашей программе. Нет, это плохой. Один ответ. Ну, самый тяжелый. Да. 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 Время вопросов от участников подошло к концу. Теперь, Джалдисхан Атибайна, вы имеете право задать свой вопрос аудитории. Например, вас предал самый близкий человек. Самым близким человеком относятся это родители, родные, любимый человек, друг, подруга, да, и, конечно, тот человек, который ты в бизнесе или в политике. Вот как вы себе повели бы? Ну, естественно, я с родителями, с родственниками не буду на них обижаться, потому что я не найду родителей, своих родственников, а вот с друзьями вот, я над этим подумаю, потому что друзья могут найдутся, они найдутся, а вот родственники, родителей нет. Это мое мнение. Мне кажется, что не стоит на этом зацикливаться, и самое главное, мне кажется, не мстить, потому что мстят только жалкие люди. Я отношусь скептически, да, потому что с одной стороны плохо то, что доверяешь человеку, а он тебя предаёт, но с другой стороны он тебе даёт жизненный опыт, да, ты с этим опытом будешь в будущем уже будешь внимательнее, и при выборе друзей тоже будешь внимательнее. Тема предательства, она была, всегда остаётся и есть очень актуальной, но опять-таки я полностью солидарна с вашими высказываниями в том плане, что именно вот в эти самые тяжёлые моменты возле тебя, значит, нужно, чтобы был человек, которому ты могла бы высказаться, поделиться с ним, а потом вроде смотришь, что не так уж это и страшная проблема, главное, чтобы рядом был хороший человек, которому ты можешь это всё сказать, и естественно, чтобы этот человек тебя поддержал. мне кажется, мне кажется, необходимо быть сильнее человека, который предал тебя и не держать обиду внутри, потому что она тянет вниз. Необходимо просто сделать соответствующие выводы и, возможно, поменять своё отношение, но не держать зла ни в коем случае, потому что на самом человеке, который и так испытал праведательство, это не отразится никак. Необходимо просто иметь силу простить. Да, вы и правильно ответили, но родители никогда не предают. В бизнесе партнёров политика, оказывается, есть предательство. Но действительно, зло не надо держать. И мстить тоже не надо. Могла бы промолчать, но я всё-таки решила сказать. Вот сейчас они от Аджурд Республика в тандеме, я уверена, что они будут предавать друг друга, потому что со стороны Ташиева было уже предательство. Джилдыс Айтибаевна, я знаю, что вы к нам пришли не с пустыми руками. Вы можете вручить свой подарок за лучший вопрос. О, спасибо. Сегодня в нашей студии присутствуют студенты двух высших учебных заведений Кыргызско-Российско-Славянского университета имени Бориса Ельцина и Международного университета имени Ататюрка Алато. Джилдыс Айтибаевна, вопросы какого университета вам показались наиболее интересными? Все хорошие вопросы задавали. И тем не менее? Да. Тем не менее, но оба хорошие вопросы задавали. И тем не менее? Ну, честно сказать, Ататюрк Алато хорошие вопросы задавали. Поздравляем! Поздравляем! Ваш университет переходит в следующую программу. А также победившему вузу мы дарим минуту эфирного времени. Субтитры подогнал «Симон» У нас есть для вас еще одно испытание. Пожалуйста. В нашем фирменном конверте запечатано задание или вопрос от Исёи Муркулова. Давайте посмотрим, что там. Ух ты, такой вопрос задал. Кыргызстан Дынгиньки, президент Гимбалоттеп. Ахмат Пекельдебеков. Вы можете предполагать, а через год мы это проверим. Да. Ну, почему-то его имя выскочило из моих уст. А зря обычно из моих уст слова не выходят. А теперь вот вам чистый лист бумаги, и вы можете оставить свое задание для следующего героя нашей программы. Соответственно, под бурные аплодисменты. Я слышу биение сердца. Угу. Что же там таинственного оставляет в историю Дынгинсан Айтибайдна для следующего героя программы? Поддержим аплодисментами. Все дело сделано. Запечатываем конверт. Спасибо всем. Время программы подходит к концу. Провожаем героя. Дынгинсан Айтибайдна. Спасибо. Всего вам доброго. А здесь по традиции я задаю всем участникам наши вопросы. Назовите самый сложный вопрос, что сегодня прозвучал. Ваш вопрос сложный был. Были ли сегодня вопросы, на которые вы уже устали отвечать? Нет. Хотели бы вы еще раз принять участие в нашей программе? Да. Уважаемые участники программы, сейчас я обращаюсь к вам. Считаете ли вы, что наш сегодняшний герой был откровенен с вами? Да, мы довольны ответом нашего героя. Большое спасибо. Мы считаем, мы почувствовали искренность, доброту этого лидера, и мы благодарны ей. Нам очень понравился сегодняшний эфир. Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. Вы отвечали очень искренне. И спасибо вам. Хотелось бы поблагодарить вас за ваши советы и наставления по тому, как прожить достойно свою жизнь. И, конечно, хотелось бы, чтобы каждый из тех, кто сидит здесь, учел это. Вот. Спасибо. И последнее слово в нашей передаче за героем. Джилыскана Тибайна, подведите, пожалуйста, итог состоявшегося разговора. Во-первых, были очень интересные вопросы. Во-вторых, я, отвечая на вопросы, посмотрела на молодых ребят, я вспомнила свою молодость. Отвечая, у нас очень много интересных встреч бывали в студентские годы с писателями, художниками нашими народными. Я считаю, что вот такие встречи должно быть. И, конечно, я телезрителям всем желаю в первую очередь, чтобы пусть будет у нас мир, стабильность, просветание. И, конечно, дорогие родители, дайте своим детям образование. Любите их. Я благодарю всех участников, зрителей, игрой нашей программы. Напоминаю, что сегодня в гостях программы «Разговор по взрослому» была депутат Джигуркенеша 5-го созыва Джилдискан Джолдошева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова